сегодня у нас гостях земфира с треком остин трек написан ноябре двадцатого года достаточно давно сведен чуть позже и на него есть клип о чем собственно песня остин это персонаж из игры дворецкий который водит вас по замку и рассказывает вы его спрашиваете он вам отвечает и рассказывает о разных всяких штуках сам я в эту игру не играл как вы понимаете скорее всего вот но тем не менее история такая ну и причем здесь остин причем здесь дворецкий и о чем тогда вообще песня песня об одиночестве собственно вот в этом вся и история этой песни то есть человек сидит в своей квартире играет в эту игру и единственный его друг это дворецкий остин это единственный человек с кем он может пообщаться трек наполнен вот этой вот болью грустью пустотой и он очень эмоционален очень интересен с одной стороны с другой стороны по поводу этого альбома вообще земфиру очень многие ругали потому что на самом деле я так понимаю аудитории она ожидала несколько другого от нее то есть более ее традиционных песен а он оказался весь альбом он очень не радио friendly он очень не форматный он никак не не в не формате нашего радио он не формате русского радио на самом деле земфира сделала то что она хотела да то есть вот она это достаточно большая величина для российского рынка земфира и она уже может позволить себе сделать так как ей самой нравится куда у нее лежит душа поэтому альбом такой он не форматный собственно с другой стороны весь альбом сделан по всем правилам собственно написание песен и написание хитов и сделан очень современно и там работало огромное количество людей основном английских звукорежиссеров музыкантов и много 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 кого давайте мы сейчас послушаем этот трек как всегда мы вам сделаем меточки вот там внизу у вас будут и вы можете быстро переходить с одной части на другую либо промотать трек если вы его уже слушали и вы уже его знаете слушаем его тачки ты выглядишь плохо кожа до кости что с тобой остин а у нас осень и как-то мне некошерно веду себя скверно чувствую себя скверно все время хочу напиться так что остин заходим в гости заходим в гости заходим в гости заходим в гости привет гости такие странные новости ты ли это откуда столько жестокости как же кэтрин и и чувству цветы и праздники поматросил и бросил что же ты остин как так остин а я как и ног очень верная но очень нервная и всегда на грани все время боюсь сорваться и лопнуть от злости спаси меня кость заходим в гости собери меня кость заходим в гости Ты бесишь меня Ты бесишь меня Ты бесишь меня Заходи в гость Ты бесишь меня Ты бесишь меня Ты бесишь меня Итак, форма Что примечательного в этом треке? Ну, во-первых, тональность соль минор Весь трек написан на четырех, по-моему, аккордах И фактически это четырехтактовый риф, который все время повторяется одно и то же То есть все части написаны на одном и том же фрагменте То, что мы уже наблюдаем давным-давно, и очень многие хиты написаны именно так Так же было сделано у Кристины Н. Квинс Кто не смотрел этот разбор, там ссылочка у вас будет внизу, можно будет посмотреть на досуге Это раз Второе У трека нету ни интро, ни аутро То есть мы врубаемся прямо сразу в первый куплет То есть «Здравствуй, Остин» звучит за тактом Это сразу же идет первый куплет И то же самое сделано в конце Обратите внимание Песня обрывается так, как будто ее ножницами обрезали Как бы ножом по сердцу Хоп, и все По форме Куплет Припева нет в песне В припеве есть рефрен «Здравствуй, Остин, ты бесишь меня, Остин» А припева как такового нет Но риф вот этот все время, он крутится и повторяется Второй куплет Опять рефрен, и опять на нем подъем Потом резкий сброс, яма, пустота И опять рефрен И этот рефрен переходит в гитарное соло Это не совсем соло, ну то есть это соло гитарное, но это не импровизация Это опять же фигура на четыре, по-моему, такта, которая постоянно повторяется И потом она резко обрывается По составу инструментов Вот здесь вот надо сказать Вот я написал кик-драм, я не написал том Здесь кик-драм и томы только, больше тут нет никаких ударных Надо сказать, что трек написан в ноябре Записывался он существенно позже И писали барабаны три барабанщика И только третий барабанщик сыграл так, как хотела Земфира И так, как это получилось Весь трек построен на триольных размерах То есть хэт играет триолями Очень интересный, кстати, рисунок у хэта Потому что хэт играет триоль с пропущенной первой долей Дилеи все триольные То есть синты и басы тоже, синт и бас тоже триольные По составу инструментов Первый куплет – кик и томс, бас и синт – повторяющаяся фигура В припеве добавляется хэт, малый барабан То есть как бы установка вступает в полный рост И появляется еще один синт И вот этот вокал минус 12 Я потом на нем покажу, что это такое Вот, давайте послушаем Куплет и припев То есть фактически на два солирующих инструмента Один синт, вот этот Здравствуй, Остин, привет, Остин Давно не виделись И здесь добавляется второй синт Особо хочу обратить внимание на звуки, которые подобраны Вот эти оба синта Они очень узкополосные такие лиды, да И они мне напоминают шарманку Или такую музыкальную шкатулку Когда одна и та же фигура повторяется И это не яркие синты Это не жирные синты Они такие, наоборот, очень расплывчатые Об этом я чуть позже расскажу Эти синты, они как раз создают Вот это настроение пустоты и одиночества Но не только они, но и они в том числе Вот эта октава, которую я написал Вот здесь, вот вокал минус 12 Она появляется на рефрине «Заходи в гости» И, собственно, в стерео-то мы её не слышим Послушайте А мы её слышим только в сайде Ну так, она немножко придаёт жёсткость вокалу В стерео её почти не заметно Заходи в гости Дальше у нас идёт второй куплет Во втором куплете добавляется два синта Я их обозначил Вот здесь они вот так обозначены А здесь они вот так обозначены Фактически они создают такую глубину И немножко второй план Во втором куплете они эпизодически появляются Во второй части в основном Ты, Остин, как так, Остин А я, как инок Очень дерная, но Очень нервная и Всегда на грани Все время боюсь сорваться И лопнуть от злости Спаси меня, Остин Завели меня, Остин И дальше в рефрен Мы уходим в незатухающий триольный дилей Этот дилей стерео И он тоже, мне кажется, там на нём ещё есть холл Мы сейчас послушаем его в сайде Ну, то есть фидбэк равен почти единице То есть он затухает очень медленно Ну, естественно, в темпе триолями Дальше мы уходим в яму Яма тоже очень интересно сделана Там вот этот питч Он меня тоже прямо так сразу цепляет Как будто что-то умерло Дальше В последнем рефрине добавляется Noise percussion Такой звук, который добавляет напряжённости И он в стерео на left-right разбросан Ты бесишь меня, Остин Ты бесишь меня, Остин Ты бесишь меня, Остин Самое интересное, что панорамирование Оно не повторяется, да? То есть ты ожидаешь Та-та-та-там Та-та-та-там А там вдруг второй раз Первый танк Та-та-та-там Та-та-та-там А потом Та-та-та-там Та-та-та-там То есть так это очень непроизвольно И это создаёт эффект движения Неожиданности и неоднообразия И дальше мы опять выходим в рефрен Рефрен после ямы Он довольно-таки разрежённый То есть, наверное, вот это я не совсем правильно нарисовал Здесь нам нужно нарисовать вот так И только после этого мы уходим в гитарное соло И здесь подъём И, собственно, вот здесь у нас кульминация Кульминация и потом резко обрывается трек По построению пространства Есть очень интересные вещи Я очень долго гадал, что стоит на вокале То есть вокал, вот если первый куплет взять Послушайте, пожалуйста, я думаю, что вы тоже услышите Вы услышите задержки между левым и правым каналом Хотя лид-вокал находится в центре Здравствуй, Остин Привет, Остин Давно не видели Столько пены Всё ли в порядке Как там Робби Его тачки Ты выглядишь И теперь, что мы слышим в сайде Слышите звук P2E Значит, что это может быть? Какие варианты? Хорус Нет, хорус он сразу узнаваем Это точно не хорус Питшифтер Опять нет Потому что если бы это был питшифтер То был бы маленький тюн Была бы расстройка между левым и правым каналом Но есть явная задержка Значит, скорее всего, это стереодилей Очень коротенький С разбросом на левый и правый канал Там примерно 5-7 миллисекунд И с задержкой тоже от 10 до 20 миллисекунд Вот я это вот обозначил вот таким образом Лид-вокал у нас в центре А слева и справа у нас есть короткие дилеи Стереодилей Очень коротенький И такой же эффект Или очень похожий Стоит на гитарном соло Который у нас идет в последней части В последнем рефлении Сейчас я вам дам это послушать Там то же самое Вот посмотрите У нас side На P точно слышно двоение А вот это mid И теперь то же самое Послушаем на последней части На гитаре Гитара в центре А теперь что у нас в side И в side гитара И она тоже так же двоит Тоже по ощущениям она такая же Ну и в стерео Она кажется как бы широкой То есть вроде бы она базируется в центре Но есть разброс на левый и правый канал Вот эти синты Которые появляются Дальний план Они очень широкие Они тоже создают вот такой эффект Такую пустоту И на них много эффекта Скорее всего на всех синтах Скорее всего есть очень густой холс Он не очень длинный Но он с коротким преддилеем И поэтому он сливается с самим звуком То есть он как бы является природой самого звука И вот это как раз тоже создает Вот эту глубину и пустоту в треке Первый и второй рефрен Немножко отличаются друг от друга Потому что появляется триольный опять же синт Который похож по тембру Немножко на драйвовую гитару Но это не драйвовая гитара И он же уже играет до самого конца Он тоже стерео И его хорошо слышно в сайте А вот в первом его нет Очень хороший барабанщик был Я не помню как его фамилия Но барабанщик очень хороший Мне очень понравилось как барабаны записаны Все треки сводили разные звукорежиссеры Этот трек сводил звукорежиссер Жалан Томас Это по-моему единственный трек Который он свел на этом альбоме Другие сводили там кто по два Кто по три трека А весь мастеринг сделал поп-фарм И давайте посмотрим тогда Что у нас тут по мастерингу Я вот возьму сейчас восьмую часть Последний рифлен с гитарным соло И мы посмотрим статистику этого трека Трек звучит очень динамично Барабаны живые Такой вот жесткой компрессии Не ощущается совсем Интегрированная громкость 9,6 А RMS 7,86 8 Это средний Максимальный 8 Ну да Где-то 7,8 9,76 Надо сказать Это не Это не клубный трек 9,6 Это не 5 Вот Поэтому Но это и ощущается Трек достаточно живо звучит И даже по волне Видно что в принципе Он не пережат И сделано в общем-то Все хорошо Давайте посмотрим волну Покрупнее Очень корректный мастеринг Не знаю Делали они его в цифре Или в аналоге Но По волне тоже Прямо все очень Как-то ровненько Вообще Видно по волне Что он достаточно динамичный Вот здесь Вообще много динамика На барабанах На барабанах Да Скорее всего Там комната То есть Это писалось Видимо в хорошей Большой студии И стоял Фа-рум То есть Дальний план Два микрофона Они снимались И вот их мы Как раз и слышим Скорее всего В сайте Я боюсь Что я не прав На малом барабане Точно совершенно Ощущается Гейтированная Реверберация То есть Специально Чтобы он такой Был потяжелее И подлиннее А по первому Куплету Но рум тоже присутствует Просто малый барабан Его делали отдельно И он такой Немножко дизайнерский В общем Я не склонен ругать Земфиру Мне нравится этот Ее альбом Мне немножко Грустно За настроение Которое Потому что я послушал Ну по-моему Практически весь альбом Я послушал И все очень Немножко депрессово Все очень тяжело Но выразительно Но выразительно Ярко И интересно И что особенно Мне нравится Неформатно Не в формате Нашего радио Ну будете ругать Я не буду возражать На этом все Спасибо всем Хороших миксов Слушайте Земфиру Тоже